Коллеги, рядом со мной Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, наверное, о ассоциации чуть подробнее. Ассоциация производителей пива объединяет крупнейших игроков пиварного рынка России. Мы производим порядка 70% выпускаемого в России винтарного напитка. При этом надо сказать, что ассоциация влияет значительно на развитие других отраслей, в частности, если говорить о нашем основном партнере в сельском хозяйстве, то наши компании имеют значительные агропроекты в различных регионах России. Можно сказать, что в принципе формирование сырьевой базы для пивоварения было создано нашими компаниями. Например, в начале 2000-х годов мы закупали более 80% солода за рубежом, сейчас порядка 90% мы производим сами в России. И это благодаря тому, что компании пришли в сельское хозяйство, создали партнерские сети с фермерами. И сейчас на своих солодовнях наши три компании выпускают порядка 50% товарного солода, то есть половину стимулируют сельское хозяйство и производят, конечно, продукты. Что касается сегодняшней ситуации, то надо отметить, что действительно с введением санкционных мер компании начали испытывать значительные риски, связанные, в первую очередь, как у всех, с логистикой, также с тем, что на сегодняшний момент практически все пивоварное оборудование в нашей отрасли импортного производства, и те же запчасти, материалы, комплектующие, они производятся за рубежом, поэтому с потерей логистики и недоступностью этих, скажем, запчастей нам приходится сейчас заниматься тем, чтобы искать аналоги в России, в других государствах дружественных. Это занимает время, ну и, в принципе, как бы, наверное, какие-то усилия со стороны государства для того, чтобы на самом деле идея импортозамещения была воплощена. Также есть проблемы, связанные с тем же сырьем, например, у нас кроме основного сырья солода используется хмель, но на самом деле только 2% хмеля производится в России, это требуемых объемов, остальное это также зарубежные поставки из Чехии, Германии и США. Мы сейчас занимаемся с месихозом вопросом формирования отечественной хмелевой составляющей, но для этого потребуются и значительно финансовые средства, и, ну, наверное, как бы время, потому что, ну, по сути, хмель это такой же, скажем, капризный продукт, как и тот же виноград. Получить первый урожай с необходимыми свойствами для пивоварения хмеля где-то 3-5 лет, при этом необходимо такие, как параметры использовать, как условия природные, не везде их хмель растет, подбирать территорию, учить специалистов, завозить саженцы, то есть проблем много. Ну и в данном случае с теми проблемами, которые мы сейчас столкнулись, у нас, ну, наверное, как бы здравый вопрос в том, что государство пока идет, скажем, притирание и формирование импетозамещения, могло бы те вещи, которые мы считаем, ну, в ранний период были приняты в качестве, ну, законодательного регулирования, ну, на самом деле является, может быть, необоснованной. Я скажу так, что если взять Россию, то те меры ограничительные, которые касаются пива, они сконцентрированы, собраны, как бы в России, наверное, максимально во всем мире такой проект и нет. Где-то есть там ограничения по возрасту, по местам продажи, какие-то другие, по рекламе. У нас все это, все, что есть где-то в отдельных, как бы, аспектах, у нас все в одном пакете. И зачастую они, как бы, ну, необоснованы. Здесь на неделе ритейла мы как раз и пытаемся, как бы, на нашей площадке специальной сессии поднять вопросы о том, что государство может быть рассмотреть те дополнительные ограничения, которые были введены в свой период, на предметах снятия. Например, мы хотим понять вопрос о том, что целесообразно, наверное, разрешить продажу алкоголя, пива на автозаправочных станциях. Это вряд ли повлияет на то, что увеличится, например, количество ДТП или пьяных водителей. Практика международная доказывает, что такого нет. Это незаимосвязанные вещи. Но при этом продажа самого алкоголя на АЗС позволит и заправочным станциям, скажем так, расширить свой ассортимент и поддерживать, ну, именно продажу бензина, потому что, в принципе, топливные организации тоже поддерживают эту инициативу. С другой стороны, те же заправочные станции в отдельных местах, в отдаленных местностях, могут быть тем единственным местом торговли, где наряду с другими продуктами может продаваться и пиво. И люди будут покупать легальный произведенный продукт, вместо того, чтобы там покупать самогон и тому подобное. Ну, как бы социальный фактор. Аналогичная ситуация также в отношении нестационарных торговых объектов. Это по-простому киоск, где, в принципе, тоже можно разрешить продажу торгового пива. И с учетом того, что у нас более 180 тысяч киосков по территории России, также решать какие-то социальные вопросы, с учетом того, что продажа алкоголя, она так или иначе тянет за собой значительную часть покупателей на покупку. И это будет способствовать, в частности, ну, наверное, каким-то социальным аспектам, удержанию или снижению цены на основные социально значимые продукты, скажем так. В принципе, есть еще вопросы, связанные с разрешением продажи пива на стадионах. Ряд других, в частности, есть у нас моменты, когда региональные органы власти принимают дополнительные ограничения по месту продажи, по времени продажи. Их тоже надо рассматривать здраво и, наверное, вносить некие корректировки. Это будет способствовать и развитию малосреднего бизнеса в области торговли, ну и способствовать цивилизованному сектору продажи алкогольной продукции. И люди будут экономить на бензине, потому что, в принципе, может быть, на вечер он и хотел купить то, что он купил на заправке, и взял бы бутылку пива, и не поехал бы в магазин, тем самым не тратил бы лишнее время и лишний бензин. Ну, в принципе, да, для потребителя тоже, наверное, как бы хорошая тема. Я полагаю, сегодня у нас будут участвовать и организации потребителей, они этот вопрос поднимут. Спасибо вам большое и удачи нашей сессии прекрасной. Спасибо, всего доброго.